так друзья нашел время между двумя порывами ветра может удастся снять сегодня третий фильм прогулки по саду два человека которые не ждали весны ты не смотрел сколько мороза года утром ну минус ладно минус вот вода замерзшая в стакане так теперь 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 значит так вы прививаете что-то похожее на абрикос так значит случилось это как реклама чудо маленькое значит мой друг и земляк олег сарават к нам ты его не знаешь искал сделал несколько ножей на продажу и я их уже все продать вот задним оценил ножи великолепнейшие вот привыче великолепнейшие вот и я хочу как вот сейчас еще несколько сделает так я их уже вышел потому что под заказ все делаю деньги есть надо высылать таким образом уже несколько вышел и я хочу сказать дать тебе на пробу на 2000 это не деньги не ну понятно если мне понравится то я возьму да так вот смотрите я сейчас показываю как ты режешь давай мне даже интересно стало все таки мой ученик и не из последних как тебе один из лучших садовода в россии еще с дипломом агронома на кране сидится замечательно не сидится но работать на нет мне обидно мне как отцу обидно приваски нестабильные на то когда было время перестройки так называемый город полностью упал нищету учителя не получали зарплату по полгода ни копейки даже голодали а мы на заводе хотя вы стабильно зарплату получали хотя бы вот так сплачу стала водой хочу у тебя там в бутылке или это пить энергетик это пить ну да правильно столько работы до на морозе я вот так не могу я испортил колени но когда намного ближе у тебя метр девяносто как ты умудряешься наклоняться приходится так ладно заодно увидели прививку на который называется лучи на копулировка я пошел дальше я сейчас посмотрю чего-то ладно андрей весело мы самое первое при вами и а вижу еще одно будет это пожар сейчас я про это поговорю подачу это куча да если ее ученые бы понимали ценность вот это вот это не миллионы рублей какие миллионы тьфу это миллионы долларов вот просто цены этого никто не знает это тоже самое что микроскоп использовать качестве молотка вот ладно работайте нечего расточить итак что мы видим друзья мы видим то что считается мусором то что будет сожжено немножко подсохнет потом все это будет сожжено вот это вот деревья вот я смотрю это благороднейшие ветки сейчас буду доказывать смотрите это благороднейшие ветки это во мне эти вот они фаина вот супер сорта ветки ценнейший просто мне столько не продать поэтому я даже их и не это не стал срезать во время вот такие дела посмотрели на этот ужас вот смотрите вот это светлое это может быть манджуис потому что светлая кора ладно может быть хотя не исключено что тоже культурный а вот это примерно так или академик или фаина которая гибридная фаина почему гибридная у него расположение почек стало пожиже или все же академик а теперь пойдем смотреть откуда вот это взялось богатство которое будет сожжено если все это перенести по все частями в каждый научно-сельский институт а вторую часть еще бы вузы вузы учить студентов учить студент вот сейчас я коснусь этой моей больной темы потому что студентов не учат выращивать деревья тогда на хрена нужны эти дипломы липовые чем они отличаются дипломов купленного переходе метро пушкинска и так вчера сергей резал вот эти деревья вот она фаина фаина отличается от всех очень близким расположением и даже не надо бирку вешать очень близкое расположение между почками так называемые между узлами вот она видите королевский королевский кое-что мы брали на прививку все же вот они в ведре о ведре в том тазу вот они видите вот они вот они отрезаны были вот и так далее вот это вот это все это часть идет работать больше сейчас идет костер сожалению такая жизнь а чё то наш самый сладкий манджурис не запилил а может пусть подождем плодоношение дело в том что он по соседству с культурными нет вот смотри и мне бы один год бы еще оставить для да 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 но это было до того как заплодоносили культурные со всех сторон мне нужно доказать что ксения существует в это диплом получил ты слова ксения голову на сей дают ты не знаешь нет вот так вот ты даже снова тетя телегония не знаешь я уверен студент а так вот ксения это тоже самое просто использоваться времена мичурина влияние без прямого к этого самого опыления или не так без зачатия но влияние а в этом году он должен быть в разу крупнее по моим догадкам а стихотолийский стал красными от чего отсюда я это называю беспорядочные половые связи давай мы год еще один дадим он пока не мешает пока маленький а то теперь насчет урожая насчет урожая какие у твои виды на урожай ну-ка а ты загадывать боишься смотри было плюс 20 плюс 20 плюс 10 потом опять пошло на минус 10 минус 15 и так дважды я хожу да что же это такое год красавец да сейчас я буду всем демонстрировать я давай тот который я точно да а вот он королевский и так внимание почки отвалятся или нет ты тоже проверял вот так не когда отпадают тут снег весь усеян почками такие годы бывали короче все почки на месте даже цветочные серёжа даже цветочные все на месте но вот они шпорцы святой себе почками вот они шпорцы и так на сегодняшний момент на 10 апреля урожай еще не испорчен а как быть прошлом году он был рекордом в этом году не должно быть все ждем и это заморозки во время цветения мы с тобой столько банок погребе держим за по резерв ладно все посмотрел твою работу оценил вот это еще мало сделано третий день приваешь ну чё полюбовался на твою работу сгорит то что могло прославить всю страну я открытым текстом говорю своих фильмах ты не в курсе ты их не смотришь что команду которую мы могли бы собрать сами 45 человек во главе с тобой могли бы украсить темлянскую академию могли бы за пять лет вырастить супер сад в москве чтобы ее не закрыли потому что земля жирная миллиарды стоит вот я все пытаются закрыть и думаю а вдруг однажды просто это кому не голову придет а давай-ка мы сибиряков до москву тебя лену совинить еще несколько уже потеряли сколько бодного потеряли латинкова потеряли вот ну еще это не все еще живые есть вот это мне обидно я уже прямо прямо говорю надо брать москву но там все схвачено там не ставят цели вырастить такие абрикосы как у нас с тобой там просто такой цели не ставят а чё думаю то говорю это вам не обида говорит мне 73 через три месяца такой потенциал костер вот это вот также сотни великолепных этих веток всю страну украсить можно они же не просто там к академии королевский бай не вне гены маньчжурцы вот почему они здесь не замерзают вот почему после всех этих морозов ни черта им не делаются даже цветочные почки живы все живы вот они все живы доедены вот они вот они видно нет все живы светочные почки доедены ладно что нет давление начинает повышаться жизнь прошла это знаете как сейчас чтобы не было грустно я анекдот расскажу хотя нет он тоже грустно посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря вот так вот и мне тоже как той бабушки только вместо порнофильма мы видим чудеса невиданные на всей планете вот сочетание лучших сортов в мире и мороза самых морозостойких в мире ну ну что это такое разговорился я разговорился иду не знаю куда зачем вот там под всем забором персики растут и не умирают персики а еще последнее ладно значит на вебинаре покажу плодопитомник зимостойкий персик выдержит минус 45 ну цены такие что этом стоит столько сколько стоит 1 2 бутылки водки минус 45 забрались капитально люди будут покупать забрались капитально вот то что происходит на земле но мои персики ладно я уже не раз показывал то же самое ни одна почка не замерзла ожидают цветение если только заморозки не убьют но заморозки тоже другое все заканчивается разговор грустный вот когда агроном с дипломом сидит на кране только для того чтобы прожить вот потенциал тысячи кратный миллионократный у моей команды несколько человек взять москву вот спасти москву от этого от невежества вот мои ученики все могут лекции в институтах читать могут вырастет сад и еще раз про студентов еще раз еще раз еще раз вернусь на 30 метров и так любой студент начиная с темирянская академии любой вуз сельхоз вуз обязан за время учебы в вузе вырастить полносящий сад . и только когда комиссию он приведет на свою деляну допустим это сотка 2 и угостить яблонями абрикосами сливами персиками обязательно я уже доказал что во всей европе могут расти мои хасанские персики вот вот так должно выглядеть вначале он достает по двое первый год где хочет хоть сибирь едет хоть выписывает хоть как родители подключается вот и садит вот так вот так где он достает привое его дело не обязан и суд не обязан он захочет раньше из тут закончить год два сэкономить вырастет вот приведет привать придется учиться по-настоящему они так как это как вузы выпускают этих врачей которые не умеют укол ставить так и тут научит выпускников но рука не набита не будет никогда из него настоящего садовода не будет никогда настоящего сада набить руку набить руку вот это должен быть а еще три года вот он плодосящий сад остальное время не надо никаких лекций уже все вот это нудная бубнящий профессор на дальних этих самых играет как мы играли морской бой на мы студенты на дальних партах надежных партах смотрят с умным видом и думает о чем угодно смотрит на часы когда лекция закончится конспектировать нет смысла есть смысл только мои 230 вебинаров изучить статьи мои изучить учебные диски изучить книги мои поперелистать все таланты могут за год все это освоить но только за год не вырастешь сад все-таки 45 лет надо и только угостив комиссию только тогда студент должен получить диплом обязан получить имеют право получить хватит уже эти пустые бумажки выпускать вот деляна и работы практическая часть а то как получалось это помните зачем ко мне приехала елена сана савинич на производство управлять ко мне основному фермеру 73 года но тогда было поменьше 67 зачем научиться научиться и научилась я говорю почему елена санна ты не поехала в это в абакане есть шушенский есть минусинский есть учебное заведение не учебные научные а мне дадут тяпку и скажут вот от забора и до обеда вот так ну что назвать эту фильм от забора и до обеда а